Вот это телефон, который меня спасет, а если моя головка поднимет, то есть у меня не было ничего. Всем привет! Для тех, кто ничего не понял, объясняю. На данном видео какой-то чувак нам втирает, что в него стреляли из пистолета. Ну, честно говоря, втирает нам какую-то дичь. И телефон его типа спас от смерти. В одном я, конечно, соглашусь, да, современные аккумуляторы от смартфонов способны остановить пулю. Они состоят из множества слоев, и пуля вполне может застрять меж слоев. Но, никаких последствий он нам не сказал, что будет, если аккумулятор пробить. Если, конечно же, пуля попала мимо аккумулятора, ну, я сомневаюсь, что телефон способен ее остановить. А если же она попала в аккумулятор, сейчас мы это и проверим. У меня есть три макета iPhone, два из них iPhone 5s и SE. И также у меня есть китайский HTC из прошлого видео о распаковке, покупок с помойки. Ну, и давайте проверим. К сожалению, огнестрельного оружия нету. Но, я думаю, вполне для этого дела подойдет такие вещи, как топор, сверло и гвоздь. Так что, давайте пройдем на улицу и посмотрим, что будет с этими аппаратами. Да, кстати, аккумуляторы в них во всех заряжены. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вот мой злоболучный пенек, которому вечно все достается. Вот телефоны, все аккумуляторы заряжены, все располагаются в своих местах. То есть, промазать мы не промажем. Есть у нас молоток, топор, гвоздь, сверло. Сейчас все будем проверять. Давайте начнем, наверное, первым с SE. О, самый побитый. И с него сразу и начнем. И с SE достается гвоздь с молотком. Так, мимо. Аккумулятор у нас вот здесь. Давайте прямо в аккумулятор. Главное, пальцы держать подальше. Раз, два, три, четыре, пять. И интересно, аккумулятор у нас молчит. Ничего не затымилось. Попали мы в него. Ну-ка. Да, попали в аккумулятор. Ох. И странно, аккумулятор у нас не взорвался. Давайте еще раз. Ага. Вот так и так. Очень странно. Аккумулятор от iPhone SE первого поколения у нас выживает. Смотри. Вообще. То есть пулю. Ха-ха. Вот такая дырка. Пулю вполне себе мог остановить. И даже не загореться. Но первый iPhone у нас спасает товарища из нашего видео. Давайте, наверное, второй. А вот у второго маленькая другая участь. Второй у нас получит топором. Такой у меня есть топор. Не совсем острый. Но я думаю алюминьку корпуса он пробьет. Давайте. Вот здесь у нас аккумулятор. И давайте сначала с не сильных усилий ударов. И потом посильнее. Холодно на улице сегодня. Это даже хорошо. Если что загорится, у нас в принципе вокруг снег есть. Не вспыхнем. А когда телефон я прикрутил. Потому что он может свалить. Давайте посмотрим. А в Синаларо пипу. Уру нового парки из Апсина. А в Синаларо пипу. Уру нового тосты из Аптаро. Теста фиво. Есть у нас маленько дымок. Но не более того. И как ни странно второй айфончик у нас также не взорвался. Интересно. Но здесь уже есть какая-то реакция. Даже пахнет аккумулятором. Ну я думаю здесь у нас явно не из пистолета был выстрел. А как минимум взрыв гранаты рядом с телефоном. Тем не менее. Телефончик у нас снова спас жизнь этому товарищу. Довольно интересно получается. Я конечно думал будет маленько все посерьезней. Но как видите. Аккумуляторы вполне выжили. То есть удар. Смотрите что стало. Матрица вообще в дребезги. Удар пули. Также 5S вполне себе выдерживает. Давайте третью. Третий айфончик. Ну и что мелочится. Третий айфон у нас получит сверло. Пусть не сильно большого размера. Но будет проще просверлить. И посмотрим вспыхнет ли у нас третий айфон. Так, есть у нас пробитие аккумулятора. Маленько пошел дымок. Но третий айфончик. Но третий айфончик также у нас не вспыхнул. Как и первые два. Очень интересно. Я ожидал другого. Повторюсь, да? Но, блин. Третий айфончик также выжил. Получается айфончик вполне 5S может спасти вас от пули. Но это не точно. Лучше это не проверять. Но две. Два отверстия у нас имеется. Аккумулятор насквозь. Маленько пошел дымок. Повторюсь, аккумуляторы заряженные. Вполне рабочие. И вот эти вот все корпуса были тоже с разбора. Все целое. Аккумуляторы заряженные. Очень интересно. Но надо приступать к четвертому аппарату. А это у нас китайский HTC копия. Который вы видели в прошлом видео. Его мы наверное распили. Ну и четвертый аппарат, как и обещал. Сейчас мы его пильнем. Давайте не будем терять время. И приступим сразу. Да. Очень, очень интересно. Но китайский HTC у нас так же не вспыхнул. Идет маленько дымок. На камеру не видать. Но возгорание не произошло. Очень странно. Вообще ожидал конечно другого. Но как вы видите. Телефончики вполне способны остановить себе пулю. И не только. Еще даже могут не загореться при этом. Тепленький. Но это от болгарки скорее всего. Так что ничего такого. Ну и давайте бонус. Ну и бонус. Раз мы ничего не взорвали. Давайте вот эту вот баночку от планшета тоже проткнем ножом. Она заряжена 4,1 вольта. Емкость у нее 4000 миллиампер. То есть 4 ампера. И давайте ее полосом тоже проткнем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такая была проверочка. Вам спасибо за просмотр. До новых встреч. Надолго. Не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok